Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Вы, может, подумали, что это торт. На самом деле нет, это торт мороженое. Очень интересно выглядит. Давно я на него засматривалась, его не было на моем канале. Предлагала маме снять вместе, но мама говорит, нет, я стесняюсь, туда-сюда. Стесняешься, как хочешь. Ты отказываешься от такой красоты. Еще нарезала фрукты, зефирки, просидела в очереди в банке час. И параллельно смотрела фильм «Пункт назначения». Это просто любимые мои фильмы. Там есть разные части у пункта назначения. Я вообще люблю ужасы, но говорят, что смотреть их очень вредно. Очень плохо влияет на психику. Я увидела в ТикТоке отрывок. И все. Сразу в Ютуб. Смотреть. И вы знаете, больше всего, что меня удивило. Я сидела в очереди. У меня зарядки было на телефоне всего 7%. Всего 7, прикиньте. И получается, я посмотрела весь пункт назначения. Он где-то час длился. И у меня не села зарядка. То есть эти 7% мне хватили на час. Обычно я не обращаю внимания на такие мелочи. Но сегодня обратила. Потому что я сначала подумала. Вот сейчас я сяду смотреть фильм. Он у меня вырубится. А нет. Это груша. Не вырубился. Я досмотрела. Теперь я понимаю, почему все всегда хвалят айфоны. Раньше мне всегда было жалко тратить деньги. Столько денег на телефон. А сейчас я понимаю, почему так происходит. У меня брат особый любитель вообще айфонов. Он всегда говорил, покупай айфон, покупай айфон. Конечно, среди андроидов тоже есть достойные аналоги. Пишите, какие у вас телефоны. И довольны ли вы. Первый мой телефон у меня появился во втором классе или в первом. Это был такой Сименс. Очень популярный. Вот я фотку вам вставлю. У всех был этот телефон. И учительница очень сильно ругалась, когда телефоны бывают включены. И кто-то, например, звонит во время урока. И получается, кто там, какой-то добрый человек, настроил на моем телефоне будильник. В 10 часов. А я училась в первую смену. Я в школе. Сижу на уроке. И тут звонок. А я-то не понимала, что это будильник. Я вообще не разбиралась в телефонах. И учительница очень сильно наорала на меня. Я вышла. Потом на следующий день, получается, этот будильник каждый день в 10 часов звонит. Я настолько боялась учительницу, что когда телефон начинал звонить, я не понимала, что мне не звонок идет, а это будильник. Даже не успевала прочитать. Я прям вся красная выходила в коридор. Потом третий раз. Опять звонок. Уже весь класс угорает надо мной. И учительница у нас тоже была очень агрессивная. Очень сильно оскорбила меня. У меня прям мандраж. На четвертый день я очень попросила маму, чтобы она меня не отправляла в школу. Вот дурочка я была. Могла же телефон дома оставить. Или просто маме рассказать про эту ситуацию. Я вообще вспоминаю свое детство. Я ничего не рассказывала родителям. Всегда боялась, что меня обвинят. Меня осудят. Скажут, что вообще не нужен тебе телефон. Зачем тебе он нужен? Я просто боялась, что у меня отберут телефон. И день, когда я не пошла в школу, у меня опять зазвонил телефон в 10 часов. Я типа там будильник написан. Я беру, делаю, алло, алло. Господи, шоколад. В общем, потом суббота, воскресенье. То есть, получается, я не пошла в школу в пятницу. Даже сейчас вот я помню все это. Какой стресс я пережила, вы не представляете. Суббота, воскресенье. Мне никто не звонил. Я вроде обрадовалась. Думаю, классно. Дело в том, что когда я заходила на урок, я выключала телефон. И несмотря на то, что телефон выключен, у меня почему-то будильник все равно работал. У кого Сименс был, те подтвердят, что почему-то такая функция. Суббота, воскресенье. Получается, я не иду в школу. Потом понедельник. И у меня опять такой мандраж. Я думаю, сейчас опять. Я сама про себя думаю, если еще раз зазвонит телефон. У меня было такое ощущение, что учительница просто размажет меня по стенке. И что вы думаете произошло в понедельник? В понедельник опять у меня зазвонил телефон. И до меня не доходило, что это будильник. До меня не доходило, что каждый раз в одно и то же время. И в последний раз учительница даже меня толкнула. Говорит, ты не можешь оставить этот чертов телефон дома. Перед кем ты выпендриваешься, здесь выделываешься. Невоспитанная тварь туда-сюда. У нас очень сложный класс был. Все были чокунзе. Поэтому она просто выходила из себя. Она реально, несмотря на то, что она мне так грубо ответила, я с одной стороны ее понимаю. Она тоже не железная. Каждый ребенок выделывался как мог. Как только мой телефон звонил, весь класс начинал угорать. И ближайшие, не знаю, 20 минут очень сложно было всех успокоить. Поэтому сейчас я это все понимаю. Потом она нашла номер моих родителей, позвонила моей маме и сказала, что каждый день ровно в 10.00 ее телефон звонит. Нет, не в 10.00, она сказала. Ну, к примеру, на втором уроке постоянно у нее телефон звонит. И она говорит, вы можете не звонить в школьные часы. Мама такая, говорит, так я ей не звонила. И учительница, а если вы не звонили, кто? А если вы не звонили, кто ей звонит постоянно? И мама говорит, ее номер мы купили недавно. Ей никто не может звонить, потому что ее номер никто не знает. Потом пришел с работы папа. Я им, естественно, во всех подробностях, как меня оскорбили в школе, что я пережила за последнюю неделю с этим телефоном. Естественно, я ничего не рассказала. И папа такой, так у тебя будильник включен. Это будильник. И поугарал надо мной. На следующий день я уже не стала брать телефон в школу. Уже вот стопудово, если еще раз бы зазвонил бы телефон, пофиг, будильник это, не знаю, звонок. Еще раньше модно было на звонок ставили какие-то мелодии. А я вообще помню, на диктофон записала какую-то любимую песню. не помню какую. В то время, что модно было Five Star Family или что-то такое. Хотя нет. Это чуть позже. Ну, в общем, записала какую-то песню. Каждый раз, когда звонил будильник, не просто был такой звук, как от будильника, а играла песни. Все начинали угорать. Потом хрен успокоишь этот класс. У меня где-то четыре. Я не брала телефон в школу. Потом мне мама объяснила, что он не звонит, возьми его с собой. Если ты не хочешь, мы отдадим этот телефон твоему брату. Я такая, нет, нет, я хочу этот телефон. В общем, такая история у меня и в жизни была. Но почему-то иногда, когда тебя ругают, на тебя кричат, тебя оскорбляют, тебя это не настолько задевает, потому что ты знаешь, что ты виновата. Поэтому я не обижаюсь на первую свою учительницу. класс был очень слабо контролируемый. Все стояли на ушах. И плюс звонит каждый раз мой телефон, и там какая-то песня. Ты моя любовь, почему ты от меня ушла? В общем, такая история. Если я вам до этого рассказывала эту историю, извините, пожалуйста, просто я не помню. Реально у меня память куриная. Спасибо, что досмотрели до конца это видео. Всех люблю, целую. И такой вот совет вам, ребят. Возможно, меня смотрят школьники. Если у вас есть какие-то проблемы, всегда делитесь с родителями. По-любому они найдут решение любой ситуации. Не надо скрывать. Вот я повзрослела, и я поняла, что зря я это все скрывала. С первого дня бы сказала, что вот учительница ругается, у меня телефон звонит. Что мне делать? Помогите родители. Продолжение следует...